Этот седан один из последних экземпляров Renault Megane первого поколения, точнее его рестайлинговой версии. По идее автомобиль 2003 года в столичных условиях должен был давно сгнить, но он в добром на вид здравии. Вопрос лишь в том, что скрывается под вполне благопристойной личиной. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Ну что, вот уж сегодня мы действительно тряхнем стариной. В конце 1995 года Renault Megane пришел на смену бестселлеру 90-х Renault 19. Многообразие кузовов, двигателей и комплектаций Megane сделали его одно время сверхпопулярным. Трех-пятидверные хэтчбеки, седан, универсал, купе и даже кабриолет. В 1999 году Megane подвергся рестайлингу. Фирменный клюв на капоте трансформировался в две изящных ноздри. Также модернизировали и светотехнику. В 2001 году к бензиновым моторам 1,4, 1,6 и 2 литра добавился еще один объемом 1,8 литра. Появился и турбодизель объемом 1,9 литра. Все они комплектовались либо пятиступенчатой механикой, либо четырехступенчатым автоматом. Последний в версии ProActive мог быть даже адаптивным. Наш сегодняшний герой выпущен в одной из самых популярных комплектаций. Она не топовая, но с кондиционером, CD-аудиосистемой, электроприводом зеркал и даже подрулевыми переключателями музыки. Да еще и заявленный дорожный просвет целых 170 миллиметров, почти как у кроссовера. Спустя почти четверть века после начала выпуска, механ первого поколения по определению не может быть в хорошем состоянии. Особенно это касается дорестайлинговых экземпляров. Низкая антикоррозионная стойкость кузова – главная беда первых моделей. Ржавело все, начиная от арок и порогов и заканчивая полом в районе водительского кресла. Именно по этой причине рассмотрим только рестайлинговый вариант и те моторы, которые на него ставились. Несмотря на все вышесказанное, оцинковка его кузова оказалась весьма качественной. Эти машины еще можно найти в неплохой сохранности при условии минимальной эксплуатации в просоленных мегаполисах. Брать толщиномерный осмотр машины, чья средняя стоимость составляет 120-150 тысяч рублей и чей возраст составляет минимум 17 лет, конечно, можно, но актуальнее будут скорее шилы и магнит. Если на порогах толстый слой шпаклевки, то звук при постукивании будет не полом вот таким, а глухим, вот примерно как здесь. Магнит не будет держаться. Да и снизу проржавевшие элементы днища будут протыкаться иглой при малейшем касании, как папиросная бумага. То же самое проделываем с арками и полом. Но в этом случае проникновение иглы сквозь металл означает только то, что дальше осматривать автомобиль совершенно бессмысленно. А вот ржавчина на элементах выхлопной системы – это само собой разумеющееся. Салон Megane получился неплохим и по эргономике, и по простору, и по износа стойкости. Кресло средней жесткости с качественной обивкой служат долго. То же самое касается пластика передней панели и облицовки дверей. К тому же эти детали грамотно закреплены. Если их не снимали по несколько раз, сверчков вы не услышите даже на плохой дороге. Из-за возраста подвести может лишь вентилятор системы отопления и кондиционирования. Также частенько отказывают передние электростеклоподъемники. Виной всему контакты на управляющих кнопках. Лечится либо чисткой, либо заменой самих кнопок. На нашем экземпляре установлен 107-сильный бензиновый 16-клапаник K4M. Он довольно тяговитый и экономичный. Этот мотор с многоточечным впрыском пошел в серию с конца 90-х и за все время выпуска претерпел ряд модернизаций. Например, одна из его модификаций устанавливалась на Renault Logan. А поздние версии двигателя оснащались даже фазовращателями. На Megane K4M стали устанавливать с 2000 года. На российском рынке этот мотор с конца 2002 года остался единственным в гамме. В целом данный двигатель неприхотливый, но при условии своевременной замены синтетического масла и фильтров. Плюс каждые 60 тысяч километров меняется ремень газораспределительного механизма. И он, кстати, очень чувствителен к попаданию на него масла. Если это произошло, то несколько тысяч километров и шанс встречи поршней с клапанами почти неизбежен. Дело в том, что почти что все французские моторы страдают негерметичностью прокладок. Их лучше обновлять при малейшей протечке. Следующая проблема вследствие долгой работы на нашем бензине – это засоренные форсунки. Обычно ультразвуковую чистку производитель почему-то не рекомендует видимые соображения сохранности форсунок. Поэтому на сервисах Рено практикуется жидкостная очистка с помощью специальных стендов. Со временем могут появиться трещины на пластмассовом впускном коллекторе. Также от времени рассыхаются его уплотняющие прокладки. Все это вызовет подсос воздуха и нестабильную работу двигателя. Проблема с пластиком и прокладками есть и у корпуса термостата, из-за чего через высохшее уплотнение масло может попадать в антифриз. Причем замена прокладок зачастую не решает проблемы из-за деформации самого корпуса. Поэтому оригинальную пластиковую деталь лучше заменить на силуминовый неоригинал. Также стоит быть готовым к замене помпы. Она не отличается идеальной герметичностью и долгожительством. Плюс ко всему часто выходят из трое катушки зажигания и свечи. Двигатель с фазорегулятором также имеет особенности. Фазер редко выхаживает больше 100 тысяч километров. Первый симптом поломки это стрекот из-под капота, а второй потеря мощности. Впрочем, потратившись на все это один раз, можно надолго забыть о проблемах. Если не экономить на обслуживании, двигатель К4М исправно пробежит далеко за 300 тысяч километров. Начальный комплектации рестайлингового Мегана также можно встретить с бензиновыми моторами 1.4. Это Е7J мощностью 75 лошадиных сил и К4J мощностью 95 лошадок. Первый двигатель восьмиклапанной серии Energy знакомый еще по Renault 19. Мотор предельно простой и надежный. Главное, что его можно гильзовать при полном износе поршневой группы. Такое наступает при пробеге более 200 тысяч километров. Основная его беда это засорение форсунки моно-впрыска и проблемы с датчиками в сырую погоду. В первую очередь речь идет о датчиках входящего воздуха и температуре охлаждающей жидкости. Не менее проблематичны крышка распределителя зажигания и высоковольтные провода. Причина все та же – влага под капотом. Почистить форсунку не проблема, а вот с климатом ничего не поделаешь. Так что датчики идут под замену, а комплект запасных проводов и сухую крышку придется всегда возить в бардачке. Вариант чуть резвее – 16-клапанный двигатель K4J. По конструкции он почти идентичен мотору K4M, но попроще. Прежде всего в нем отсутствует фазовращатель, а значит одной проблемой станет меньше. Все остальные претензии незначительные, идентичны тем, что у более объемного собрата. Машин с 16-клапанами, моторами 1,8 о 116 лошадях было продано совсем немного. Двигатель F4P, несмотря на простоту, получил прозвище «трясун». Этой беде не помогали никакие ремонты и настройки. Вторая хроническая, но излечимая болезнь – это течи масла из-под прокладок и сальников коленвала. А третья болезнь, уже чисто возрастная. Это проблемы с датчиками и разъемами проводов. Лечится тотальной заменой девайсов. Все остальные беды, включая проблемы с фазовращателем, катушками зажигания, аналогичны мотору K4M. Почти тот же набор прелестей. И у двухлитрового восьмиклапанного мотора F3R мощностью 109 лошадиных сил. Но к ним добавлена способность к перегреву из-за низкого уровня антифриза или забитого радиатора. Также потреплют нервы катушки зажигания по одной на два цилиндра. Они часто выходят из строя, вызывают раение и даже двоение мотора. Ну а вишенкой на этом торте станет дроссельная заслонка, которую нужно регулярно будет отмывать от маслянистых отложений. Теперь перейдем к дизельным двигателям. Восьмиклапанный мотор F9Q объемом 1,9 литра развивал мощность от 80 до 102 лошадиных сил. В отличие от предшественника F8Q, этот мотор отличался наличием турбонаддува и более продвинутой конструкции. Данный турбодизель считался неубиваемым даже при эксплуатации на российском дистопливе, но при одном условии. Замене масла не реже, чем раз в 10 тысяч километров. Агрегат F9Q отметился лишь тремя хроническими проблемами. Первое. Зарастание сажей и заклинивание клапана EGR. Второе. Поломка турбины из-за масляного голодания. Ну и третье. Пресловутая беда с датчиками. Но при хорошем уходе автомобиль с таким мотором служит долго. А теперь перейдем к трансмиссиям, которых было всего три. Двухпедальный Megane мы категорически не рекомендуем к покупке, потому что четырехступенчатый автомат DP0, он же AL4, весьма проблемный. И альтернативы ему нет, так как в те годы он ставился почти на все французские автомобили. Неудивительно, ведь его разрабатывали Peugeot Citroёn в сотрудничестве с Renault. Дело в том, что управляющие гидротрансформатором соленоиды изначально были конструктивно дефектными. Коробка в любой момент могла свалиться в аварийный режим. А улучшенные комплектующие без глюков в электрической части начали поставляться на конвейер только с 2003 года. При идеальных режимах эксплуатации, что почти нереально в России, коробка живет не более 300 тысяч километров. Впрочем, версии Megane с автоматом в России встречаются нечасто. Механическая пятиступка JB3 из далеких 80-х куда лучше. Она установлена не только на нашем экземпляре, но и на всех остальных Megane с бензиновыми двигателями. Эта трансмиссия настолько универсальная, что ее ставили более чем на 40 версий реношных моторов. Даже сегодня найти такой агрегат в приличном виде не составит труда. А люфты штока и повышенную шумность отнесем скорее к особенностям данной коробки. Из врожденных дефектов отметим течь сальника штока выбора передач. На втором месте у нас будут гудящие подшипники первичного и вторичного валов. Ну и третье, наконец, самое неприятное и знакомое многим реноводам, это вылетающее стопорное кольцо дифференциала. Все это, конечно, неприятно, но излечимо, причем недорого. Для версии с турбодизелями предназначалась пятиступенчатая механика JC5. Она будет помоложе и покрепче, переваривает до 220 ньютон-метров крутящего момента. Но этот агрегат тоже не идеал. Случаются течи сальников, гул подшипников, а также выход из строя 5-й передачи. Но опять же, в силу простоты конструкции, ремонт не выльется в большие деньги. Рено Меган первого поколения славился довольно крепкой в целом подвеской. Задняя представляет собой торсионную балку с двумя продольными рычагами. Передняя – классический Макферсон. Вот только конструкция задней подвески различалась в зависимости от мощности двигателя. Для маломощных версий до 80 лошадиных сил предлагается двухторсионная схема закрытого типа. Для остальных модификаций предлагается тоже торсионная подвеска, но уже открытого типа с двухсоставными торсионами. Обе задних подвески оснащаются парой телескопических амортизаторов и могут выхаживать без ремонта до 300 тысяч километров. Но чаще всего пробег до первой ревизии будет все же поскромнее. Проблема в игольчатых подшипниках и сайлен-блоках рычагов. Их износ вызывает стуки в подвеске. Стоит недорого, но менять лучше в условиях сервиса. Передняя подвеска Меганы, естественно, нежнее, но и она выхаживает до 100 тысяч километров. Чаще всего сдаются опорные подшипники стоек. Определяем это по скрежету и стукам при повороте руля. Цена вопроса божеская, а замена относительно простая. Впрочем, и замена передних стоек не будет накладной, да и произвести ее можно в любом гараже. То же относится к шаровым опорам, втулкам стабилизатора, тормозным дискам и колодкам. Все это расходники, которые при всем при том изначально довольно надежные. Правда, передние тормозные суппорты очень чувствительны грязи. Закисание поршней в наших условиях неименуемо. Соответственно, грядет замена узла. Правда, нужно помнить, что тормозные системы на Меганах бывают различных конструкций. Куда хуже обстоит дело с рулевой рейкой. Ее конструкция схожа с той, что была на предшественнике Мегана Рено 19. Основные проблемы – это течь верхнего сальника, а также быстрый износ рулевых втулок. Отсюда стуки в рулевом и люфт. Бюджетный вариант – переборка рулевого механизма. Более дорогой и проверенный – замена. Но может оказаться и так, что ремонт при качественных запчастях получится выгоднее по всем статьям. Подведем итог. Даже при стоимости от 110 до 230 тысяч рублей покупка французского Рено Меган первого поколения равносильно русской рулетке. Просто в силу возраста. К тому же, сегодня найти оригинальные запчасти на столь возрастной автомобиль не очень легко. Они, конечно, остались, но в основном у специализированных ритейлеров. Причем зачастую родные комплектующие могут стоить в 6-7 раз дороже не оригинала. Если вы все же решили стать владельцем Мегана первого поколения, то помните, что на машине должен быть особый стикер. Это так называемая сервисниками овальная табличка. Чаще всего ее крепят на средней стойке кузова с пассажирской стороны. Без нее подбор запчастей может обернуться головной болью. Ведь только в электронном каталоге Рено мы насчитали 52 варианта только одних лишь седанов и хэтчбеков. А ведь были еще универсалы, купе и даже кабриолеты. Это была программа «Поддержанные автомобили» и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи!